Минпросвещение 5 июня в пресс-центре ТАСС проблемы инофонов обсудили руководители адаптационных проектов и эксперты по обучению русскому языку как иностранному, в том числе из СПВГУ. Проходит конференция «Перспективы развития проектов обучения детей-мигрантов русскому языку». Она посвящена Международному дню русского языка, который отмечается 6 июня, в день рождения Пушкина. Кстати, сам Александр Сергеевич освоил русский язык гораздо позже французского. Для самых маленьких помощником в изучении великого и могучего может стать образовательный проект «Дети здесь». На этой онлайн-платформе можно слушать уроки разной степени сложности и проходить тесты, которые знакомят с русским языком и русской культурой. Нам удалось посотрудничать с ведущими анимационными студиями России, и они нам предоставили лучшие мультфильмы, которые у нас сейчас есть в стране. Мы перевели их и сделали субтитры. То есть дети могут изучать русский язык не только на официальных уроках, но и смотря любимые мультики. С подростками гораздо сложнее. Из-за плохого уровня владения русским языком они теряют год обучения, поскольку должны повторно пройти предыдущий класс. Многие отказываются, а те, кто согласился, позже сталкиваются с буллингом. Такие дети часто уходят из школы и стараются выучить язык самостоятельно, чтобы поступить в класс по возрасту. В этом им помогают учителя волонтерских центров, например, Центра «Дети Петербурга», который проводит бесплатные занятия на базе библиотек. Девочка-подросток 15 лет, которая в прошлом году хотела пойти в 8 класс. Она объехала несколько школ с мамой, ее никуда не взяли. В одной школе, спасибо, провели тестирование, сказали, что пойдете в 6 класс. Но в 15 лет девочка в 6 класс, конечно же, она не пошла, поэтому целый год она ходит, занимается два раза в неделю в библиотеку. Все эксперты отмечают, не хватает единого теста для школьников, который определял бы их уровень владения русским языком. Такой тест помог бы родителям здраво оценить возможности своего ребенка и подготовить его к поступлению в школу, а учителям грамотно организовать обучение. Разработкой такого теста занимается Центр языкового тестирования СПБГУ, который уже успешно провел его в 50 школах. Это наша внутренняя разработка Санкт-Петербургского университета. Тест для школьников по русскому как иностранному. По опыту коллег хочу сказать, что это для них была большая помощь, потому что таким образом они могли распределить ребят на группы, где ребята умеют читать и писать, где не умеют читать, а умеют, допустим, только говорить, и могли строить таким образом занятия факультативные. В России обучение детей-мигрантов организовано не лучшим образом. Об этом 6 июня заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев и призвал выделить госфинансирование. Важно помнить, решение о переезде из другой страны в Россию принимают родители, но их дети должны получать образование наравне со всеми россиянами. Просто им нужно в этом помочь. Софья Краева, Денис Сосин, Алексей Чубка, Медиа-центр СПБГ.